Теперь до люксовых авто, как до китайской Пасхи. Речь идет о структуре Росприроднадзора, которая собиралась закупить достаточно дорогие китайские машины почти за 9 миллионов рублей. Сделать это по-тихому не удалось. Информация о закупках сразу попала в сеть и вызвала общественный резонанс. Время сейчас, мягко сказать, не для роскоши. Бюджетные деньги можно расходовать более разумно и эффективно. Сегодня нам стало известно, что ведомство все же отказалось от машин, в которых можно было охлаждать пиво. Эта информация появилась на сайте госзакупок. Для справки, Центр лабораторного анализа технических измерений по Алтайскому краю – это организация подведомственная Росприроднадзору. Центру понадобились два внедорожника класса люкс. Немного о характеристиках машин. Кожаный салон, подогрев, массаж и вентиляция сидений, охлаждающий бокс, подлокотники и прочие детали повышенного комфорта. Общественники порекомендовали работникам ведомства пересесть на более скромные авто «Буханки» или «УАЗ-Патриот». За последние два года это уже попытка купить шестую и седьмую машину с характеристиками внедорожника. То есть далеко не все из них были бюджетного сегмента. Много различных проблем и форматов, куда можно направить эти средства более эффективно. В отношении реабилитации той же самой пробово-мощадки «Полиэкса» в Бийске. Тема нефтяных линз мы тоже уже не первый год предлагаем. И он свойственен не только городу Барнаулу и бассейну реки Опи. Также общественники отметили, что природонадзорники должны думать головой именно об этих экологических проблемах, а не тем местом, которое они собирались массировать в лакшери автомобилях.